Москвич Николай Волохов приехал в Новокубышевск за третьей золотой медалью чемпионата страны по вейкбордингу. Он потомственный спортсмен. Мама 24-кратная чемпионка Европы и 8-кратная чемпионка мира по водным лыжам. Когда подросткам он осваивал доску, конкуренции как таковой не было, рассказывает чемпион России. Сейчас все сложнее завоевывать призовые места на крупных соревнованиях, тем более стать чемпионом страны третий раз подряд. Николаю Волохову это удалось. Я сделал все трюки в разные стороны, в разные ноги и я сделал вот пять пятых элементов, пять пятых мобок. Когда ты делаешь элементы, еще добавляешь к нему 540 градусов. Ребята с каждым годом все больше и больше делают трюков. Вот Стас Фидельский, 14-летний пацан, который делает трюки запредельного уровня. Я вот смотрю и каждый раз волнуюсь. На соревновательный круг выходили не только мужчины, но и девушки. Среди них и звезда национального масштаба, победитель первенств и чемпионатов Европы и мира Мария Волгина. Слава богу, у меня сегодня все получилось. Я смогла победить. Парк очень здорово улучшился по сравнению с прошлым чемпионатом России, который проходил здесь 4 года назад. Очень классные фигуры и все райдеры очень хвалят парк. Первенство и чемпионат России по вэкбордингу проходит в Самарской области второй раз. В этом году было разыграно 12 комплектов наград, в том числе среди паралимпийцев и ветеранов спорта. Всего на старт вышло больше сотни райдеров. За несколько лет после последнего чемпионата России аквастадион кардинально изменился и теперь здесь могут соревноваться все категории вэкбордистов. Материально-техническая база у нас сейчас, я думаю, лучше в России. По фигурам, по польцевой лебедке. Все то, что есть у нас на воде, я думаю, это один из лучших парков России. Сборная команды Самарской области тренируется там же, где и проходили первенство и чемпионат страны. Препятствия спортсменам известны и преодолевали они их почти без ошибок. Наверное, еще и поэтому уверен руководитель областной федерации по вэкбордингу самарские райдеры и завоевали пять медалей разной чеканки. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События.